всем привет друзья вы на канале гайджин крю мы снова снимаем после огромных паузы в зиму но вы этого не видели и мы не просто так собрались с антоном в тачке мы отправимся близлежащие подмосковье для то чтобы забрать кое-какую посылку совета доставки почему-то они не доставляют такого габарита посылки в москву мы отправимся туда а там вы увидите что же я заказал и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Сориентировался Я даже знаю, где наша посылка Оля, выгадайте, что это такое? На что похоже? Блин, жалко, что ты в курсе, что это Я забыл Похоже на Доктейл, да? Ну, кстати, да Можно прям так, картонный наклеить Сказочному Максиму сказочные подарки Так, я могу проверить, да? Да, конечно Так, у нас все хорошо? Все в порядке, да? Да Сестра поставила Ну что, вы уже хотите узнать, что там? Ну как, ребят? По-моему, бомба Вот здесь такие Опоры будут Здесь Так, багаж Топ Настало время все-таки Что там? Никуда не улетай А это у нас, ребята А-ля М-диффузор Стокбампер Угадайте, почему я его вырвал Вырвал я его за 3000 рублей Но сейчас мы эту сумму, естественно, к счетчику вложений Прибавлять не будем Так как мы еще не поставили это на тачку Но чтобы вы понимали Сейчас Нынешняя экономическая ситуация В нашей стране Такие диффузоры стоят От 6 и выше И то там в наличии ничего нет Короче, вообще О сроках все молчат Никто ничего не знает Потому что поставки Все, крест, тик Короче, я вырвал Выхватил его по старой цене Ну и, естественно В связи с новой экономической ситуацией В нашей стране Не очень-то рентабельно Купать Да и тем более Не особо большие есть отличия Я знаю, какие есть отличия Прямо Можешь написать в комментариях Что, как же так? Почему вы не поставили М-бампер? Дорого Мой бампер В отличном состоянии Ему не хватает всего лишь диффузора Да Это будет не М-бампер Но Видочек чуть-чуть изменится Моя так хотел Теперь расскажем немного про диффузор Во-первых Я думал, что он будет с отверстиями Ну, типа, взял, поставил болтон Но оказывается, что нет Видимо, нужно это все дело Сверлить самому Как-то что-то устанавливать Ну и еще Его отверстие под выход Под две трубы А у меня, как вы знаете Труба одна Ну, как-то так должно быть Ну, только чуть-чуть внутри Да, нужно две трубы Значит, придется сделать две трубы Ну, естественно, устанавливать мы сейчас Это не будем Да и не имеем никакой возможности Все, извините Мы по газону ходим Поставим мы это чуть позже Когда к облику машины Прибавятся еще некоторые детали И об этом вы узнаете Через какое-то время Ну, а теперь мы это запаковываем Засовываем в тачку Везем А прежде чем ставить Вообще, нужно будет Разметить там отверстие Подпестованное Понять, как это вообще закрепить И все будет На высшем уровне Как всегда Сука Блин, я думаю, это более Какая-то готовая деталь Что-то еще там сверлить, блядь Кстати, это все пишется Потом уже черный экран И там я вот это говорю Говорю Ну, так, ладно Пакуем в тачку И поехали отсюда Антоф, тебе придется Посидеть чуть-чуть Неудобно Мне не привыкать Потому что у меня Не открыт лючок Для длинномерных предметов Я что, по-моему, длинномер? Да Тот самый Че, поехали На самом деле С того момента Как я получил Свои передние пружины Для 36-й Прошла уже целая неделя И вот, наконец, сейчас Мы возьмем их И отправим на покраску А в какой цвет Я их покрашу Вы узнаете чуть позже Макс, вопрос Да Че это за тачка? Это американская 36-я Перенеприводная Я дал Такой значок У меня своеобразный Это техничка, да? Я так понимаю Ну да, вообще Это рабочая лошадка Туринг Где-то сейчас плачет Один Димон А вообще, народ Не хотите обзор на Фокус? Вообще вам интересно Обзоры на какие-то тачки? Кажется, что он дофига Кому интересный Скажутся, конечно Снимайте обзор А этот фокус Что это за фокус? Это сумасшедший фокус Он львет Он львет и плачет Или разгон до ста Разгон до ста Хотите, ребят? Ford Fox 1.6 МКПП И все это мы делаем Для того, чтобы Наконец собрать По-новому Переднюю подвеску Обо всех этих нюансах Почему так Для чего И зачем Вы узнаете Чуть позже Скорее всего Это будет в следующих роликах Я наконец-то Установлю обратно винты Соберу обратно Летний сетап тачки И буду кайфовать Че, едем? 5 минуты позже Ладно, что Погнали Здрасте Это к Никите, знаете? Да, вот он приехал Да, приехал Здрасте Так, вот, короче, бружинки Давайте Смотрите Вот эти Мелкие А вот эти Так Сейчас покажу Вот такое, реально Тут темнее будет Может, есть пример? У моего постичка Такого нет Ну, давай Тогда будет примерно На следующей неделе Всюду Спасибо Спасибо До свидания Бля, я не хотел Ладно, какой цвет узнаете позже Бля, как-то Хуй знает Я не люблю, когда, блядь Когда получается так, как я не хочу Вообще Я не люблю Точнее, блядь Когда я отдаю деньги За то, что я не хочу А если мы найдем краску И приведем Бля, это дороже Тогда смысла не имеет На них Но это прошло несколько дней Мне позвонили с покраской Сказали, что пружины уже готовы И я могу приехать их забрать Мы тут же прыгнули в тачку с Антоном Взяли камеру И едем забирать пружины Для того, чтобы наконец увидеть Какой же получился цвет Ну что, едем туда Сейчас вы вместе с нами Увидите итоговый результат Нормально так? Красиво пиздец А вот и наши пружины Теперь, ребята Угадайте В какой же цвет я их покрасил Именно сейчас поставьте на паузу Присмотритесь к этой черно-белой картинке Задумайтесь Представьте В какой бы цвет Я бы их покрасил Напишите в комментарии И посмотрим Просто проверьте свою интуицию Я думаю, вам самим Было бы это интересно Антоха, включай свет Знаете, почему Изменилось мое лицо? Потому что у меня нет Классных эмоций Давайте посмотрим Что у нас здесь получилось Изначально Я хотел покрасить пружины Вот в такой цвет Это был розовый кэнди У меня настолько плохие эмоции Что я даже не знаю Как это описать Короче, я хотел покрасить пружину В розовый кэнди Это охеренный цвет Мне очень понравилась эта картинка Просто я такой думаю Блин, у меня там где-то в подвеске Будет стоять ништяк А именно мои новые пружины Вот такого цвета Я буду об этом знать Это будет классно, круто смотреться Открываю чехол А там такие Бомбовые розовые кэнди пружины В итоге я приезжаю, значит И оказывается, что у поставщика Этого маляра Нет Такого цвета розовый кэнди А я уже совсем не хотел тянуться С этим вопросом покраски Так как давно пора бы уже Переобуться на летнюю резину И собрать летний сетап Я спросил альтернативы В итоге мне было предложено Красный кэнди Или фиолетовый кэнди Я согласился на фиолетовый кэнди А теперь давайте посмотрим Что здесь получилось Ну, во-первых Я не вижу кэнди, ребят Потому что пружины просто залиты Как бы просто фиолетовый цвет Для того, чтобы увидеть кэнди Нужно их развернуть Посмотреть там, где плохо прокрашено Там, где плохо прокрашено Хоть как-то видно То, что это цвет кэнди Что там есть блески Что он несколько составной А снаружи Это просто фиолетовый Я не знаю, бордовый Баклажан Баклажан, да, в натуре Пружина цвета баклажан Вот такого цвета у меня пружина Так что никто из вас не угадал По-любому Потому что это баклажан, ребята Вот как есть лада баклажан Вот такие пружины у меня теперь Ну да ладно Короче, это башлось Изначально была озвучена Сумма в 2000 рублей Если бы все пружины были кэнди Но я не обговаривал по телефону Что хелперы Кстати, у нас черные Ну, к хелперам вопросов нет Кроме того, что слой краски Слишком огромный И что здесь пружина слиплась И это по-любому треснет И это, ну, косяк Я думаю, невооруженным взглядом Видно, что слой краски Просто, я не знаю Килограмм, километр Порошок это не про то, чтобы Залить краской Для того, чтобы создать огромный слой Тогда он будет неустойчив К механическим воздействиям Он будет отколупливаться Даже у порошковой покраски Есть свои нормы Толщины покрытия Я их не знаю, но они есть И это точно преувеличение этих норм Короче, в итоге Учитывая, что у нас половина пружин Оказались не кэнди Да и эти не особо кэнди Покраска не бросалась в полторы тысячи рублей Мы это прибавим к счетчику вложений Так как пружины будут установлены на тачку Но прибавим мы это не сейчас Потому что они не установлены В общем, я разочарован, ребят Очень сильно разочарован Ну да ладно, пофигу Вообще насрать Никто это не увидит Я это тоже не увижу Перекрашивать я это не буду Потому что мне уже горит Машину обратно собрать В сетап кататься, кайфовать Поэтому на днях Мы собираем подвеску обратно Собираем тачку обратно Вы все это увидите Там я расскажу вообще Что это за пружина Какой они жесткости Для чего Почему мы все это затеяли Посмотрим, что изменится А еще Мы оценим результаты ремонта Стойки Мы же даже до сих пор не знаем Вообще Качественно ли мне ее отремонтировали Так как она до сих пор Катается в багажнике Антоха, с фотками нет С моими баклажанами Я теперь торговец Баклажанами Вот мои баклажанчики Какие они классные Сладкие Спелые они Ну ладно Нормально, кстати А сейчас Как типа Типа, знаешь Там С цветом тачки Как-то Что-то там гармонирует Да, куда-то Респект Уважуха Баклажанчик Давайте попробуем Вспышку посветить на них Вдруг Кэнди появится Кэнди появились Вижу только пыль Ну, что-то там есть Где-то внутри В глубине Но вообще Пипец Какой-то нет Нет, ребят Это не Кэнди Это Мэнди Баклажанди Короче, не будем унывать Не будем расстраиваться, ребят Погнали дальше Субтитры сделал DimaTorzok